Ребята, хотим мы отснять вот с этой вот солнышкой вот эту скакалку. Называется нейроскакалка, оказывает нагрузку, стоит 300 рублей. Нейроскакалка, стекл 910-071. И Антон... Ирина, как это? Вот мы одели. Вот эта мягкая желтая штучка, она была отдельно. Мы расстегнули, надели. Да, чтобы не натирала. И вот Антон пытается ее сделать. Я не пойму, правда, как... Ну, хотеть-то я ее могу. Ну, кошке нравится. Вот, возьми, возьми, возьми. Ну, возьми, давай на обои вот этой опорной. Кошмар. Прямо, прям круто. Вот, вот, вот. Ой, она еще и светится. Мягче на носочки прыгать, чтобы обои не было. Пойдем. Мягче прыгать на носочки, чтобы не было поясницы плохо. Так, теперь давай надевай на вторую. Оба. Да, уже важно менять ноги, чтобы была равномерная нагрузка. И чем хороша эта ерунда? Просто прыгать. Ну, она именно координацию и... Ну, и ноги тренировали, чтобы катал, чтобы прыгать. Угу. Ну, это ж вообще... Не, это ведь что-то... Как и крюкать. Вот, чтобы две ноги лучше делать, чтобы обои не получали, на базу. Это как у гонзлеров. Учат и одной эрундует, и второй эрундует, и две эрундует. Для того, чтобы два получали работа. А ты ноги-то зачем раздвигаешь? Он боится упасть. Я еще не понимаю, как она действует. Ой, как раз на это. Прыгал. Ну, ребята, она, короче, светится, это прикольно. Кошке нравится. Кошка, видите, сидит, следит. Закрутил, прыгал, закрутил, прыгал. Думай, что ты у меня... А как ты вытрукучить? Кружочек делай, потому что он сам как ты. Как вы лежите, делай маленькие кружочки ногам. Вот так самое. Вот стоит. О-о-о, больно? Да нормально. Прыгал. Да я знаю. Раскладывай. Левая нога не работает. Так, Антон. Чё? Чё-то не то, да? Да не могу я просто настроиться, как тут. Одной ногой смог, а второй никак. Вот это надо репетировать. И тогда будет мозг лучше даже работать. Ну, типа, нога этого тоже должна... Вообще, дам тренирования, и вот такие, кстати, на каждой ноге... Ну, так-то любой может. Да ты попрыгай. Я, наверное, тоже не смогу. А ты попробуй сама. Да и не в сторону отвозить правую ногу, а наде. Ты через неё перепрыгиваешь, а ты стараешься её просто широко сделать. И ты тебе усложняешь задачу. Ещё просто надо через неё перепрыгивать. А ты тратишь время, но я сейчас широко как-то делаю. А ты, слушай, а если в другую сторону крутить? Вовнутрь. Нет? Ну, вот он сейчас от себя крутит круг. А если вовнутрь? Оно левой ногой послазнуть чуть-чуть. Всё. Всё? Да. Из центра проще. В общем, что-то непонятное, ребят. Но мы старались вам показать эту штукенцию. В общем, не так-то уж и дорого. Но как? В общем, если мы это освоим, то, я так понимаю, оба полушария мозга будут работать. И это полезно для мозгов в первую очередь, мне кажется. Да, ну вообще можно, кроме подлива вот этих обычных прыжков, можно добавлять на координацию другие, с удержанием ног, в сторону, в ручки. Но это уже сильно усложнённые варианты. Вот этот самый простой считается. А всё понятно, что ничего не понятно. Это просто надо пробовать. Да, да. Надо всё от себя понять, куда прыгать. Ну вообще, ладно. Другую? Ух, слушай, я всё вспотела. Ух, ну слушай, ничего так нормально. Тут уже начался наш обычный спорт. Хочу о нейроскакалочке рассказать поподробнее. Значит, нейроскакалка представляет собой ось со светящимся колесом на конце и кольцом, которое нужно крутить на ноге, перепрыгивая через ось. Вот то, что было жёлтое на кольце, оно шло отдельно, складывалось, да. То есть люди хотят, надевают, не хотят, не надевают. Это, во-первых, и нужно крутить на ноге и другой ногой перепрыгивать через ось получается. Значит, материал у неё идёт эво-пластик, АБЦ-пластик, ПП и ПВС. Далее идёт магнит, металл. Размеры. Длина 63 сантиметра. Диаметр кольца 15 сантиметров. Диаметр ролика 8,5 сантиметров. Артикул 910-171. Что она вообще делает с нами? Оказывает отличную кардионагрузку, способствует похудению, развивает концентрацию внимания и координацию движений, улучшает ловкость, чувство ритма, работу вестибулярного аппарата. Ну, в принципе, то, что я и догадалась. Мне не раскакалка, не скажу, что понравилось. Объясню почему. Такое ощущение, что я с неё чуть не задохнулась. Надо много-много прыгать, следить, быть внимательной. И я буквально покрутила 2 минуты одну ногу, 2 минуты другую ногу. Ну, вы видели, я там сократила, конечно, вырезала. И вот крутить у меня, конечно, у Антона, если не получалось, то у меня получилось почему-то легко. На обе ноги я покрутила великолепно. Но я смертельно устала с неё. Я прям очень устала, я, во-первых, запыхалась, во-вторых, я вся вспотела, в-третьих. Ну, в общем, такая утомительная штучка, ребят. И она очень сильно шабаршит по полу. Соседи были недовольны, постучали нам, говорят, что у вас тут за грохот. Ну, это уже так. Да, сейчас я опять-таки сделала перерыв в спорте. Мне опять, хожу к мануалу, опять застреляла в спину. Уже практически всё прошло. Завтра хочу попроситься к Ириночке уже начать спорт. То есть в то время, когда я записываю для вас, вот озвучиваю вот этот ролик, я как раз уже на два приёма к мануалу сходила и пропустила одно, пока что одно, слава богу, занятие. Вот, сегодня четверг, я думаю, что у меня получится очень позаниматься, легко-легко. Ирина мне обещала растяжку. В общем, выложу потом на еду растяжку. Значит, ваш вопрос, почему мы снимаем всё в ускоренке? Мне кажется, это скучно смотреть, как мы там мучаемся, плюхаемся. По поводу результата. Ну, если не так, напишите. По поводу результата, вот Антон скинул 10 килограмм. Я скинула всего лишь 4,5, 4,7 кг, но за период, пока я отдыхала, месяц делала перерыв, плюс Дубай, плюс пироженки, плюс фестиваль успеха мы туда ездили, да. У нас получилось так, что я опять набрала обратно килограмм. И получается результат минус 3,5 килограмма, сколько-то, минус 5 сантиметров в талии и минус 12 сантиметров в попе. В общем, мы встали. Вот как мы уехали, можно сказать, мы такими минусами и приехали. То есть, минус по объёмам хорошо даёт очень спорт. То есть, также мы делали массаж. Массаж мне чем понравился тем, что он подтягивает то, что обвисает, да. То есть, успевает подтягивать то, что обвисает, когда худеешь, особенно животик. Вот, поэтому минус в попе есть, в руках, ногах есть. Живот вот за этот месяц не убавился, не прибавился, встал на месте. И фигура, если честно, стала некрасивая. И вот я хочу ещё с Ириной завтра пообщаться перед началом спорта. Может быть, что-то больше делать на живот и поменьше на ноги. Вот, потому что, ну, как-то вот начался контраст. Я стала пузатенькой, потому что попа сильно была, а живот практически не убыл, да. И получается, ну, не так уж и красиво, как хотелось бы. В общем, всё медленно как-то вот так, знаете, убирается. Но вообще лучше себя стала чувствовать. Вот только понять не могу, с какого из этих упражнений меня защемило. Я даже себя пересмотрела несколько раз. Вообще, вообще прямо вот даже не догадываюсь, с какого упражнения может защемить. Причём, у мануала, когда я была на приёме, он мне давал эти же самые занятия. И сказал их делать вместе с Ириной, да. То есть, я ему показала видео, он сказал, ничего тут плохого нет. Нету ни одного движения, всё нормально. Я, говорит, бы даже ещё побольше нагрузочку дал, потому что тебе нужно укреплять мышцы спины. У меня сильные ноги, оказывается, как я поняла. Но нету ни пресса, ни силы в руках. В общем, я верх слабенький. Из-за этого он начал так сильно заплывать, дрябнуть и так далее. В общем, пока вот так вот вам всё рассказываю. Ну, посмотрим, какая у нас будет растяжка. Выгружу, также на ускоренку поставлю. Я ставлю ускорение на умножить на 5, потому что смотреть всё это в замедленном темпе, как-то, знаете, мне самой то скучновато, если честно. Вот, я думаю, вы заметили, там у нас отражается Ириночка. Вот она с нами водится, смотрит, как мы что делаем. Вот. Потом, когда-нибудь, может быть, мы с ней и будем выходить в прямые эфиры. Пока я не готова, если честно. Вот, не готова. Вот. Ну, в принципе, всё, что хотела, я вам рассказала. Также хочется сказать, что начался новый каталог и новый классный каталог. И появились сумки спортивные суперские, да. Появились массажёры различные. И скоро будет ещё огромное количество новинок, бьюти-гаджетов для лица. Я прям их очень-очень жду. Появится отпариватель для одежды, что вообще супер-супер-супер. Вот, кошачий корм, к сожалению, задерживает. Обидно, да. Ну, всякое бывает. Тут я помогаю Антону, кстати. У него почему-то он лыжник бывший. И из-за того, что он бывший лыжник, у него не получается, у него не сгибается нога целиком полностью. То есть он не может сесть на корточки, он не может сесть попой на пятки. Это для него пока нереально. Но он уже начал класть ногу на ногу даже. Вот так вот. Ну, всё. Всем пока-пока, мои дорогие. Здоровья вам, роста, работы над собой. Я думаю, это здорово и классно развивать себя. И для меня лично почему-то это и оказалось самым сложным. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Приятно было поболтать.